наконец-то мы приехали домой вот сейчас я быстренько сделаю опять обзорчик покупок нашим наши поездки результат нашей поездки вот мы были на оптовке там у нас есть оптовочка база и там все подешевле намного продается вот такой купили чай ахмат зеленый с жасмином не знаем почему стоит минус 3 на нем не знаю чего в общем дешево продается потом от купила вот таких конфет очек даже не знаю как они называются там их столько много было разнообразие может кто-то встречал не могу сказать как название нет не могу прочитать сергиева посадская чего-то и вот здесь на двух видов это так я полагаю это с орешком а это без наверно без орешка вот такие и вот яшкинскую картошку мы уберем тут она стоит 150 рублей килограмм это вообще дешево у нас в селе продается по 250 килограмм картошка это дашкинская потом вот такой шоколад россия 85 грамм 20 рублей стоит 1 плитка 1 плитка вот такая стандартная 20 рублей всего стоит потом мы были в магните но в общем я все расскажу постепенно просто сейчас быстренько делать то что надо положить в холодильник мороженое 48 копеек вот шоколадно шоколадным соусом и вот еще на этой базе купила масло килограмм масло аспелихинская хорошее хорошее масло так ну вот продолжаем снимать конфетки убираю сладко убираю поставила мариноваться голень мы любим ее так вот такие хлебцы я беру мне не очень нравится хлеб вазерный очень хороший не содержит консервантов и дрожжей ржаной со трубями мне нравится я беру он очень дешевый прям вообще так дальше вот еще беру иногда себя балую чудо йогуртом клубничный я люблю так этого хлеба я две пачки взяла муж себе взял вот попробовать омский бекон называется фирма колбаса сырокопченая классика он чисто взял попробовать вроде ему понравился на срезе посмотрим дальше вот лимончик купили кстати лимоны почем у нас лимона дорогу я не знаю но 180 рублей почти так что еще так из хозяйственных дел я вот взяла вот такой вот гель себе у меня закончился но я чисто так вот знаете что долго не выбирать тем более на него была акция вот решила взять там маленько как бы пустовара отдельно поставлю вот такие она дешевая между прочим обходится дешевле гораздо так стоп стоп саша мы купили полотенце вместо бумаги да вот полотенце да вот такие мы берем а ну все в порядке тогда то я уже что-то даже испугалась думаю думали туалетную бумагу берем оказались полотенца вот это бы да так дальше идем потом взяли освежитель вот такой беру амбипюр я не беру он достаточно конечно дороговато но его хватает очень очень надолго держится запаха такой непритязательный очень нежный его надо очень мало в распылении не очень нравится поэтому чем брать дешевый он быстрее кончится это гораздо экономичнее вот мы взяли значит цветы и весна вот такой вот амбитюрчик потом ну вот взяли ополаскиватель колгейт мы берем свежесть чая а потом пошли всегда мы берем алтайские травы когда есть или лечебные травы или алтайские травы но тут не было мы взяли свежесть чая думаю пойдет раз уж ничего нет а потом мы зашли фикс прайс а там стоит то что мы берем вот себе взяла вот такой дизодорант дизодорант мне понравился запах антибактериальный эффект и вот такой я беру дешевенький это все фикс прайс я взяла вот и вот как мы увидели что вот алтайские травы вот такой большой флакончик могут для сравнения поставить везде да разница какая по плечо даже меньше чем плечо вот мы взяли сразу 2 100 рублей это стоит ну 99 рублей в принципе вот так что мы ополаскивателем затарились сейчас я ставлю сюда потом вот купила такой полотенчик а опять же фикс прайсе за 55 рублей я всегда покупаю одно полотенчик а она всегда сгодится и по цене не так дорого и нормальный размер у него тоже такой хороший вот посмотрите я не считаю что это маленький размер сгодится для чего-нибудь даже и на кухонная пойдет пойдет общем пригодится дальше значит что вот взяла еще вот такой кекс фирмы престон я уже у меня на канале если печенюшки делала а еще я делала шарлотку тоже я вам показывала в предыдущем видео в покупках а вот тут я увидела кекс вот и взяла две пачки попробую по составу что здесь состав входит значит мука пшеничная сахар так сейчас скажу отсвечивает крахмал картофельный сода пищевая разрыхлитель ну вот стоит эмульгатор мне не нравится из всего этого и соль ванилен ну будем надеяться что это не так опасно и страшно вот и кстати я именно сегодня взяла формочку для кекса купила тоже мы хозяйственные ездили и вот я приобрела как говорится в тему разбираю купила вот такую формочку вот видите как раз форме кекса потому я и взяла две пачки скова фирмы скова называется забава тортница 24 сантиметра диагональ значит окружность вот она вот такого коричневого какой-то бронзово коричневого цвета такая ничего симпатичная и вот я как раз почему два и взяла думаю как раз на эту форму два пойдет вот потом взяла еще взяла вот такую мисочку я тоже не могу мисочек ходить спокойно цвет мой самый любимый как говорил ослика вот так что вот так вот дальше что у нас идет муж любит фикс прайс играли горох печеный печеный горошек вернее называется так где название то вот печеный горошек он его не первый раз берет я как-то к этому спокойно отношусь ему нравится да ради бога ну там что-то в томате с овощами в общем что-то такое потом вот ну опять же вредная продукция как без нее жить в общем чипсы вот русская картошка взяла фирмы с курицей и вот такие опять что-то новое мексиканский стиль картофель это тоже какой-то картофель вот так и червячками затем вот купили картофель аж три килограмма свежий картофель пошел в магните мы были сейчас покажу прям такой чистый вот посмотрите какой картофель я прям поближе покажу вам его вот в мешочке вот видите какой достаточно он крупный мне понравилось что он практически не грязный вот посмотрите да вроде прям видно что это свежий конечно урожай они не прошлогодний прошлогодний то уже все весь растет вот 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 купили картошку свежую хочется уже свеженькой потому что своя уже она не такая вкусная вот поэтому вот так вот так мы продолжим не продолжим так картошку я убираю вот сюда как-то так и сейчас положу аккуратненько вот купили яблочки вот такие огромные яблоки вот по 80 рублей ну пахнут хорошо сказали что это и молдавские вроде как ну пахнут очень вот сейчас я их раскрыла прям очень хорошо пахнет немножко лучка купили я лук вообще не ем это так чисто мужу готовлю это перетираю там пережариваю чтобы минимально все это было потом значит купила помидорок хочется тоже помидорок посмотрела я они хорошие вот посмотрите какие помидорки так сейчас как-то надо положить чтобы было видно вот такие помидорочки вот я не люблю чтобы вот на помидоре была вот такая во всю эту как она называется господи забыла ну зелененькая штучка короче плодоножка вот как называется вот и она это самое вот ее здесь нет конечно пахнут они прям реально помидорами потому что вот китайские помидоры ну конечно не вообще ничем не пахнут во яблоки мне прямо ой нравится нравится так что дальше следующее что купили вот такую терочку ой извините расшумелась я купили вот такую терку вот сейчас я ее помыла вот такая терочка негде уже расположиться наверное я возьму сейчас вот так буду показывать потому что уже мест не хватает так как-то так сейчас быстренько все организуем чтобы ничего не падало ай а оно падает ладно вот вот такая терочка не затейливая вот вот не столько режимов 4 как говорится режима на ней все как обычно просто мне захотелось обновить уже старое есть оно старое захотелось обновить что говорит дальше купила вот такое приспособление сейчас скажу что это такое вот вот такое приспособление тут написано пул наверное так читается по-английски вот значит как оно работает его вот так открываем сейчас я открою ой как я его открою если оно запечатано так стоит оно 55 рублей 40 копеек это вообще считаю цена ни о чем вот смотрите я кладу второй рукой я открываю технически да вот здесь оно защелкивается вот видите вот на конце вот штыречек на которой оно защелкивается вот сюда короче сейчас покажу вот в эту полость вставляется или фольга или пергамент или даже пищевая пленка вот сюда вы вставляете ну соответственно по диаметру большой конечно не получится вот вы вот так захлапываете это дело все я сама первый раз увидела мне очень это понравилось почему то вот с этой стороны не защелкивается наверное видимо и не надо и потом вот вы вот здесь берете натягиваете и за счет вот этих зубцов которые вот здесь оно отрезается ну я попробую как это работает ну вообще я первый раз такой увидела прибор вот он мне так понравился думаю по цене он вообще приемлем и поэтому я решила его приобрести посмотрим насколько это хватит единственное в чем я сомневаюсь что это пластик я не сомневаюсь что это пластик но сомневаюсь насколько это хватит этого пластика вот что я хотела сказать конечно то что это пластик я в этом не сомневаюсь еще я приобрела вот такую сушилку для посуды мне тоже уже она как бы не нравится она уже давно у меня в использовании ну предыдущая не это конечно стоит она 418 рублей 30 копеек вот она довольно таки такая облестительная мне она понравилась значит что у нее какое там 38 с половиной и на 24 с половиной ну все хорошо я люблю что было обязательно верхняя часть куда можно будет кружечки складывать ну или какие-нибудь там еще приборы вот и вот решила тоже обновить сушилочку свою ну в общем вот так вот это такой обзорчик у меня сегодня вот все поскладываю как полагается чтобы в общем обобщить чем вот такие у меня дела значит там у меня мясо маринуется вернее бедрышки вот вот такой общий обзорчик вот все что но еще мы там для сада прикупили пленку армированными для сада для огорода пленку армированную еще я купила хосту тоже там магазине садоводе вот и будем сегодня садить еще я буду садить сегодня георгину не георгина георгин а георгину меня из видео в предыдущем видео я рассказывала что у меня идет эксперимент по поводу посадки именно георгины которые у меня выросла из однолетки и проросла но не буду повторяться есть отдельное видео кому интересно посмотрите на какой у меня эксперимент идет ну в общем вот так вот прошел наш день но еще не прошел но половина дня у нас была в поездке в покупках сейчас мы маленько отдохну отдохнем чуть-чуть еще и вечерком займемся по осадками но все всем всего доброго и хорошего не забывайте подписаться на мой канал поставить лайк если вам было полезно и интересно это видео и всем пока пока до новых встреч